Милая богиня урожая с ушками и одновременно трёхтонный волк! Скажите, как её зовут? Хора! А как зовут красноволосую последовательницу Зера? Карен! Наверняка вы задаётесь вопросом, почему у нас в аниме есть Леви, но бывает и Ривай? Или, например, в аниме Ходячий замок есть Хаул, но в оригинале он звучит как Хаур? Про это и будет ролик! С вами Стил, вы на канале Стил Эдитин, и здесь я рассказываю про всё, что мне интересно. Вы, может быть, не обращали внимания, но в японском языке нет звука ЭЛ. Его попросту не существует. Японская азбука слоговая, там не существует отдельных букв. А все слоги, которые используются, это РАРИРУ... Блин, не с моей картавостью это выговаривать. Гугл-сан, прошу вас. ЛАРИРУ-РЕРО Так вот, слогов ЛА-ЛИ-ЛУ-ЛЕ-ЛО никогда не было. Я, наверное, загрузил вас сейчас скучной теорией, поэтому давайте приступим к практике. Как я уже сказал, отсутствие слогов с буквой ЭЛ приводит к тому, что произносить слога японцы могут абсолютно по-разному. Причём у них местечковый говор выражен намного сильнее, чем у нас. Мы все знаем, что в Поволжье чаще окают, а в Москве акают. В Японии же ещё больше беспорядок. К примеру, послушайте, вот так звучит имя Лилуша Ламперужа из аниме Code Geass. А вот так поётся кусочек опенинга. В зависимости от того, откуда родом актёр или певец, меняется и то, как он выговаривает слога. Таким образом, на слух проверить правильность написания, а соответственно, как в переводе, так и в озвучке, называть персонажа у вас не получится. Всегда есть неприятный шанс упереться в выговор конкретного человека. Вы думаете, может быть, нам помогут авторы? Они же иногда записывают имена своих персонажей латиницей. Но и тут не всё так просто. Для примера возьмём волчицу с пряностями. В интернете об то, как правильно писать и произносить её имя, поломали немало копий. И эти срачи насчитывают гигабайты текста. Да и вообще, на создание ролика сподвиг меня вот этот комментарий. И я такой, да ладно! Это же один из классических анимешных срачей. Старше него, наверное, только Аска или Рэй. Мисата. В озвучке ясно слышно хора, но, как мы уже знаем, на озвучку нет надежды. Тем временем, официальный перевод на английский ясно утверждает, что её зовут Холо. Ещё большую путаницу привносит сцена из аниме, где богинька пытается поставить подпись, и получается Холо. Казалось бы, всё, тема закрыта, у нас есть неопровержимое доказательство. Но нет, адепты хора не дремлют. И контраргументируют это тем, что хорус сама не знает, что пишет. А пишет она очень плохо. И вполне могла перепутать букву. Эти срачи не утихали, пока один парень не написал непосредственно автору. С вопросом, который, наконец, разрешит все споры. И вот, что написала Исуна Хасакура, автор Волчицы и Пряности, в ответ. Спасибо за ваше письмо. Вы хорошо говорите по-японски. Что касается транслитерации имени, есть варианты Холо и Хора. При переводе на другие языки мы должны решать, как будет записываться имя персонажа. Но так как ни я, ни редактор иностранных языков не знаем, возникают подробные затруднения. Могу сказать только, что оба варианта правильные. Пожалуйста, полюбите и Холо. У меня есть к вам вопрос. История это издательства какой страны? Я знаю, что за рубежом Волчицу выпускают в Тайване, Корее и Америке, но о других не слышала. Расскажите поподробнее про это издательство, если вам не трудно. Читайте Волчицу и Пряности и дальше. Спасибо еще раз вам за письмо. И тут ничего, кроме как охренеть и нельзя сказать. Автор сама не знает, какой вариант правильный. И за неимением лучшего говорит, что правильные оба. На самом деле это не редкий случай. Японцы по большей части сами не представляют, что у Гайдзинов может возникнуть такая проблема. Перейдем к другому примеру. Красноволосый ас Ордена Черных Рыцарей. С ней тоже не все легко. Официальная английская озвучка упорно делает из нее каллан. За ней тянется и официальная русская, которую можно слышать в фильме «Лелуш воскресший». Будь он не ладен. Фильм не лелуш. В оригинальной японской озвучке, естественно, слышится Карен. А что же значит ее имя? Ну, с ирландского имя Каллан переводится как «могучий воин». Ну, да, но не совсем похоже на правду. Американская версия означает «чистый». Но точнее всех, по моему мнению, значений имени на японском. Означает «прекрасная как цветок» лотоса, что прямо отсылает к тому, что пилотируемый ей ночной кошмар и называется «алый лотос». И, как бесполезная для вас информация, фамилия Козуки означает «малиновая луна». Действительно, какая еще фамилия может быть у девушки, чей доминирующий цвет в дизайне «малиновый». Ну, так что я за Карен. А вы что думаете? Пишите в комментариях. Я уже слышу вопрос из зала. А где Ягами Светлый? То есть Ягами Лайт? Там же в озвучке ясно слышно, что он должен быть Ягами Правым, Ягами Райтом. Честно, я хотел поставить и этот пример в видео, но когда начал копать, то в кэше Гугла наткнулся на статью, посвященную его имени. К сожалению, она еще требует перепроверки, но если все, что там написано, правда, то я могу с уверенностью сказать, что Цугуми оба просто долбанный гений. И в таком случае вас ждет просто крышесрывающий видос, потому что я ни разу не слышал о настолько крутой задумке при наименовании персонажа. Заинтриговал? Тогда подпишись, чтобы не пропустить новое видео. Что еще можно сказать по теме? Ну, если вы переводчик и столкнулись с именем, в котором непонятно писать L или R, то забивайте на оригинальное написание. Следуйте букве и духу русского языка. Для читателя он важнее, чем японский. В 90% случаев вы не ошибетесь, ведь японцы все равно не понимают разницы. А на сегодня, простите, что такой классный ролик получился. Всем пока.